Всем привет и в этот раз мы с вами начнем выполнять план организации рельефа. Он состоит из четырех заданий, по выполнению которых вы получите готовый чертеж. Начнем с первого, расчет уклона. Здесь вы увидите в чем заключается то задание, видео урок, образец графики. Мы с вами продолжаем работать в Corel и переходим на вторую страницу. Но чтобы лишний раз не переключать, сразу копируем и вставляем сюда. Текст можно убрать. Теперь нам нужно убрать цвет и вернуться к первоначальной подоснове. Мы изменили некоторые участки. Дополнили пешеходными связями. Там, где у нас появились вот такие вот связи поперек дороги, мы можем просто разорвать. Нам уже не нужно заливать все это, разоединить и отменить соединение. Надеюсь, тоже самое. И Так, вроде все. Подписываем горизонтали. Если у нас уклон в ту сторону общий, значит у нас горизонтали пойдет на повышение. Они у нас будут... Шаг горизонтали будет полметра. Ну, я начала с 71.00. Дальше 75. Дальше 75.00. Дальше 70.00. Дальше 70.00. Дальше 80.00. 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 Дальше 80 У нас 24-й шрифт, мы можем сделать 14-й или 16-й. Так, и в эту сторону. Семьдесят один, пять. Семьдесят два. Нам нужно нанести оси проезжих частей всех, которых мы разобрали на прошлое занятие, где у нас проезд, где тротуар, где застройка, где газон. То есть берем линию и начинаем с самой большой части. Проводим посередине. Можно сделать ее потоньше, можно сделать такой же и сделать ее пунктиром. Так, для того, чтобы проверить посередине или нет, используем также размерную линию. Копируем, ставим рядом и напишем пять. Также привязываем к краю дороги, но можно вначале и в конце выровнять. Потому что в данном случае проезд проходит, магистраль проходит через весь чертеж по прямой без изгибов. Выравниваем в этой части. Таким образом простраиваем все оси дорог, проездов. Ну вот, ось это мы нанесли. Дальше нужно будет нанести точки перелома. Для этого рисуем крестик. 10 на 10 миллиметров. Делаем сноску от него под 45 градусов. И отметка. Высотная отметка этой точки. 0,0. Два знака после запятой для высот. То есть наверху проектная отметка, а внизу черная. Сейчас мы будем работать с черными отметками. Поэтому пока вот останемся в такой группе. Сразу. Вот. И размещаем эти точки перелома на всех перекрестках и возможных переломах рельефа. Поскольку у нас нету второго варианта. Поэтому нам достаточно просто на всех перекрестках разместить. Так. Обозначили точки перелома рельефа. После которых у нас может измениться уклон или направление его. И теперь нам нужно обозначить сами уклоны и их направление. Они обозначаются обычно такими стрелками. Как вы можете увидеть на образце графики. Определить в какую сторону ставить стрелку. Вам поможет существующая горизонталь. Вот например 75 и 70. Или генплан. Кому как удобнее. Соответственно. Эта точка перелома будет выше чем эта точка перелома. Направление уклона и сток воды будет осуществляться в эту сторону. Какой способ уменьшения шифтов без разгруппировки. Выделяем нашу группу. Переходим в свойства объекта. Переходим в текст. И устанавливаем здесь 16. Вот так. Все направления уклонов расставлены. Точки перелома расставлены. И мы переходим к самому невероятному. Это расчёту первых наших показателей. А именно интерполяция точек перелома. Как это делается? Для начала мы вернёмся в модул. И увидим, что у нас в задании на план организации рельефа есть какие-то расчётные таблицы. Скачиваем эти какие-то расчётные таблицы. Открываем. И видим пустой лист. Нет. На самом деле у нас есть здесь много листов. С всякими разными расчётными данными. Нам сейчас нужен первый. Это интерполяция. Что здесь есть? И что нам нужно? Это значение нижней горизонтали, верхней горизонтали, расстояние между ними и расстояние от неизвестной точки, от точки перелома до нижней горизонтали. Эти расстояния мы можем обнаружить у себя на чертеже. Да, и неплохо было бы их сразу пронумеровать. При этом нумерация точек перелома не обязательно должна быть по порядку. Вот, допустим, 1. И она соседствует с точкой 3. 3 соседствует с 7 и 2. Ну и начнём. Номер расчётной отметки. Давайте 1.10 посчитаем. Сразу. 1.10. Номерение у нас между горизонталями. 690, 69, 50. Значит, сюда уносим нижняя горизонталь. 690, верхняя горизонталь. 69, 50. Расстояние между горизонталями измеряется перпендикуляром. Оно у нас высвечивается вот здесь, когда мы мерим примерно расстояние. 95, 36. А то нижняя горизонталь. так, здесь все значения будут одинаковые, а это значение расстояние до нижней горизонтали будет разным. Для этого мы сейчас померяем. 23, 34. Первая. 3, 34. И не получится. 67, 87. Вторая. Так, нам получается необходимо к 69 горизонтали прибавить 0,12 для первой точки и для 10 0,35. Значит, пишем здесь у нас будет. Секунду. 69, 12. 60, 9, 35. Итак, антрополируем все точки. Возможно, что у вас возникнет вопрос с интерполяцией точек, таких как 19 точка. у вас нету визуально, вы не видите 73, 72 с половиной горизонтали, так как она находится за пределами чертежа. Вы можете представить, что она находится за пределами чертежа и посчитать просто расстояние до нее. Ну, условно говоря, пусть где-то здесь она проходит. Берем теперь вертикуляр. Считаете общее расстояние. она будет 82, 93. А до самой точки 19 расстояние будет 86. 72, 0, 5. Закончили с антрополяцией. Определили мы направление уклонов, определили все высотные отметки. Осталось закончить задание и рассчитать значение уклонов и расстояние. Это две цифры. Одна пишется над стрелочкой величина уклона в формате 3 знака после запятой. Вторая цифра пишется под стрелочкой в формате, оставляя один знак после запятой. И рассчитывается очень простым образом. Например, точка 1,3. Расстояние мы можем померить. Это величина измеряемая. Сейчас это 344 миллиметра. А величина уклона величина вычисляемая. Расстояние пишется в метрах. И в масштабе 1 к 500. Это, соответственно, 344. 12. Мы делим. Ну, я думаю, все знают, как записать формулу в Excel. Мы начинаем писать ее со знака равно. Выделяем ячейку для расчета и делить на 2. 172 метра. 172 метра. Расчет уклонов. Расчет уклонов. Расчет уклонов – это следующий листочек. Вот здесь вот переходим на него. И здесь тоже сказано, что мы вводим и что получаем. Серым цветом выделены ячейки, которые не стоит редактировать, потому что там формула. Ну, в данном случае, конечно, вот это вот можно, а вот это уже нельзя. Потому что, видите, тут какая-то непонятная абракадабра. Это значит, что здесь сидит формула. Но ничего страшного, если вдруг вы там что-то введете. Просто так же оттягиваете и все возвращается на свои места. Ладно, это небольшое отступление. 1,3 у нас. 1,3 точки. Верхняя и нижняя отметка – это имеется в виду точки перелома. Значение их. Расстояние между точками – 172. Сразу можно записать. И верхние и нижние отметки – 69,12 и 70,63. Уклон получился 0,008. Записываем его над чертой. И таким образом рассчитываем все остальные отметки. 8,63. Продолжение следует...